В эфире новости в студии Жан Кадеба. Здравствуйте. Наука должна быть интегрирована в экономику и стать ее неотъемлемой частью. Об этом сегодня шла речь на рабочей встрече президента с председателем Президиума Национальной Академии Наук Беларуси Владимиром Гусаковым. Главе государства был доложен ряд важных вопросов, в решении которых участвует НАН. В том числе обсуждались проекты в сферах экономической и военной безопасности. О том, что главная цель науки сегодня – получить экономический эффект и рост, говорили и на совещании по вопросам о развитии науки 31 марта. И уже сегодня глава государства поддержал предложение, чтобы Академия Наук занялась разработкой стратегии развития экономики нашей страны до 2030 года. Есть ряд важных вопросов, которые надо было бы решить Академией Наук. Я хотел бы услышать, как они решаются. Вопросы, собственно, Академии Наук есть ряд поручений закрытого характера, которые имеют очень важное значение для экономической безопасности, военной безопасности нашей страны. Проекты, в которых ученые должны участвовать. Хотелось бы услышать, как в данном направлении действует Академия Наук. Ну и ряд организационных вопросов, в том числе у нас оказались немало вакансий. Академиков, членов Коров, Академии Наук должно быть все строго по закону и честно, чтобы ученые нас не упрекали. Хочу поблагодарить от всего научного сообщества за встречу, которая состоялась 31 марта, за откровенный разговор, за целый комплекс поднятых вопросов. Мы отработали сейчас комплекс мер по реализации всех поручений. Это и в плане оптимизации научной сферы, и институтов штатной численности, ротации кадров, поддержки молодежи, привлечения молодежи в науку, строительства жилья. Ну и по всему комплексу вопросов, с тем, чтобы наука именно была неотъемленной частью экономики, была интегрирована в экономике. И все ученые, все институты работали с предприятиями и на экономику страны. Также сегодня состоялась рабочая встреча президента с председателем Минского обл. исполкома Семеном Шапирой. Губернатор доложил главе государства об экономических итогах работы региона за прошедшие месяцы 2014 года, о показателях в промышленности и сельском хозяйстве. Речь шла и о заготовке кормов. Президент попросил Семена Шапиру доложить о ряде текущих вопросов. Например, об оптимизации, которую сейчас проводит обл. исполком, в том числе и оптимизации площадей. По словам главы государства, сегодня центральный белорусский регион по потенциалу сравним с половиной страны. Что только не за счет... Надо видеть все оптимизации, которую якобы Миноблсполком успешно проводит. Хотелось бы об этом услышать. До расположения обл. исполкома, оптимизации площадей, это я согласен, все должно быть разумно и проносить деньги. Мы же экономисты, поэтому это главное. Ну и ряд вопросов текущих. А самое главное, не забывайте, что Минская область – это же полстраны потенциал. Поэтому, как вообще обстоят дела в Минской области, в том числе и в промышленности. И при этом не надо забывать, что предприятий, которые якобы не коммунальные собственности в Минской области, для губернатора нет. Они все важны, все имеют значение и за все губернатор несет ответственность. И на злобу дня по поводу заготовки корма, качества этих кормов. Вы нам давали серьезное критическое замечание по первому кварталу. У нас было 95, около 96%. Мы пять месяцев в законе сделали 104,2%. 104,2% – это же валовый оригинальный продукт. Мы за эти месяцы существенно поправили положение. Промышленность работает неплохо – 106%. В историю Второй мировой она вошла как одна из крупнейших стратегических наступательных. 70 лет назад, 23 июня 1944-го, началась белорусская операция под кодовым названием «Багратион». Практически за неделю войска 1-го прибалтийского, 2-го и 3-го белорусского фронтов разгромили левое крыло вражеской группы армий «Центр». День освобождения Минска стал датой окончания первого этапа операции. Всего она длилась до 29 августа. В честь операции «Багратион» на 21-м километре шоссе Минск-Москва насыпан курган славы советской армии – освободительницы Белоруссии. Правоохранители ищут новые методы борьбы с наркотическими средствами и их незаконным оборотом. В Минске в управлении Следственного комитета прошел образовательный форум, посвященный особенностям выявления таких преступлений. Речь также шла о повышении качества расследования подобных уголовных дел. По словам специалистов, проблема потребления наркотиков не нова, но она требует постоянного совершенствования форм борьбы с ней. Сегодня особенно удручают факты гибели молодых людей, школьников, о потреблении наиболее распространенных и наиболее доступных психотропных веществ – курительных смесей, спайсов. Проведение учебно-практического семинара позволяет с участием представителей всех правоохранительных органов обсудить наиболее важные вопросы взаимодействия и совершенствования совместной работы по выявлению, раскрытию, расследованию преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, прежде всего с бытом психотропных веществ. Болгария скорбит по погибшим в результате масштабного наводнения. Сегодня в стране день общенационального траура. Во многих городах в память о жертвах стихии приспущены флаги. В церквях идут литургии. На опоминальную панихиду в кафедральный храм Варны прибыл и президент Болгарии Росел Плевнелиев. Глава государства лично выразил соболезнования родным и близким погибших и заявил, что всем пострадавшим от наводнения будет выделена финансовая помощь. Тем временем в районах Болгарии, на которые пришелся основной удар стихии, работают тысячи добровольцев. Они расчищают завал и убирают мусор. Наводнение уничтожило десятки домов. Некоторые районы остались без электричества и питьевой воды. Несколько тысяч человек были эвакуированы. К сожалению, не обошлось без жертв. Их число возросло до 14 человек. Ранее сообщалось о 12 погибших. Спасатели ищут двоих детей, которые пропали без вести. В Ираке боевики из группировки Исламское государство Ирака и Леванта захватывают все новые и новые территории. На южной окраине Багдада террористы напали на конвой с заключенными. Сообщается о порядке трех десятков погибших. Также экстремистам удалось взять под контроль город Таляфар. Там они заняли аэропорт и два стратегически важных пограничных пункта на границе с Сирией. А в иракской провинции Анбар, которую уже практически полностью заняли боевики, прогремели два мощных взрыва. Погибли как минимум 12 человек. В целом исламисты контролируют около третьей территории страны. Тем временем, с необъявленным визитом в Ирак, прибыл госсекретарь Соединенных Штатов Джон Керри. В Южной Корее полицейским удалось поймать военного, расстрелявшего своих сослуживцев. Преступника схватили, когда тот пытался покончить с собой. Свести счеты с жизнью ему не удалось. Сейчас дезертир находится в больнице. Напомню, жестокое массовое убийство произошло в одной из провинций страны на границе с Северной Кореей. 22-летний солдат-срочник убил пятерых военных. Еще семеро получили ранения. После этого вооруженный мужчина попытался скрыться, но был окружен правоохранителями. На предложение сдаться он ответил выстрелами. Громкий политический скандал разгорается в Польше. Министр иностранных дел Радослав Сикорский заявил, что союз с Соединенными Штатами не только бесполезен, но и вредит его стране, потому что создает ложные ощущения безопасности. Об этом стало известно после публикации отрывков из записи разговора главы МИД с бывшим министром финансов в одном из ведущих изданий Польши. В правительстве отказались давать какие-либо комментарии на этот счет. Китай во власти стихии. Сильнейшие тропические ливни, которые идут уже пятые сутки, привели к наводнениям и оползням. Больше всего пострадали 9 провинций на юге страны. Там разрушены и повреждены десятки тысяч домов. Во многих населенных пунктах есть перебои с электричеством. Блокировано транспортное сообщение. Не обошлось и без жертв. Погибли по меньшей мере 26 человек. Еще несколько считаются пропавшими без вести. В числе раненых сотни жителей. Из пострадавших районов уже эвакуированы более 300 тысяч человек. Срочная эвакуация продолжается. На Казахстан обрушилась песчаная буря. Порывы ветра достигают 17 метров в секунду. Резко снизилась видимость. Сложно рассмотреть даже близлежащие дома. Сложнее всего ситуация в городе Актау на западе страны. Из-за сильного ветра нарушилась работа международного аэропорта. Воздушная гавань не смогла принять несколько рейсов. Жители города просят по возможности не выходить на улицу. По прогнозам синоптиков, буря продлится в течение всего дня. Екатерина Майсионок, телекомпания СТВ. Сегодня в мире отмечают Международный Олимпийский день. Дата 23 июня выбрана не случайно. В этот день в 1894 году в Париже на Международном конгрессе по проблемам физического воспитания с участием представителей 12 стран свой доклад представил энтузиаст возрождения Олимпийского движения барон Пьер де Кубертен. Он рассказал собравшимся о разработанных им организационных основах Олимпийских игр. Именно в этот день был создан Международный Олимпийский комитет, первым главой которого стал Пьер де Кубертен. Тогда же было решено провести в 1896 году в Греции первую Олимпиаду современности. Потрясающий улов, огромный карп, весом более 20 килограммов, стал добычей рыболовов. Попался он на крючок в пруду Днепрец в Горецком районе. Как утверждают сами рыбаки, чтобы дорасти до таких размеров, рыбе понадобилось прожить приблизительно четверть века. Около 15 лет назад в этом пруду карпа выращивали в садках для продажи. Видимо, каким-то образом один из них попал в открытый водоем. После фотосессии необычный трофей отпустили на волю. Далее спортивное обозрение Светланы Сиротко. Оставляйте свою информацию по телефонам горячей линии, а также по адресу в интернете ctv.by. Следующий выпуск новостей в 16.30. Я же на этом прощаюсь. Всего доброго.